Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилось две машины в составе набора. Можно взять по отдельности ИСУ-130, премиумная ПТ-шка 8 уровня и ФВ-201А45. И та, и другая машины будут у вас не в легендарном, но в редком внешнем виде. Что касается редкого внешнего вида на ИСУ, то я, честно говоря, не сильно его понимаю. Он какой-то простенький. Что же касается внешнего вида для ФВ-шки, то здесь действительно прикольно. Чисто британский стиль, действительно машине очень сильно подходит. Что же касается ценника на данный набор и в отношении того, насколько необходим вам данный набор, в принципе, сейчас попытаемся разобраться. 7500. Это стоимость вполне себе нормальной годной восьмерки, на которой можно фаниться и фармить. При этом вы получаете восьмерку и семерку вдобавок. Как я уже сказал, два редких внешних вида. По 20 штук X5 на каждую из данных машин. Как мне кажется, никому не нужный аватар. Два слота в ангаре, само собой, чтобы машины поставить. И открытое все оборудование на ФВ и на ИСУ. Что поможет вам сэкономить приблизительно где-то в районе 3-3,5 миллионов серебра. Что в целом неплохо, но есть большое количество но. Что касается ИСУ-130. Отдельно 5500. Если говорим о ФВ-201, то 4,5 косаря. Что касается ФВ-шки, обсудим отдельно. В отдельном видео оно выйдет на канале буквально через полчаса-час, после того, как будет опубликован данный видос. А в этом видео заценим с вами ИСУ-130. 5500, мне кажется, цена, ну, окей, хорошо, оптимально-максимально, но все равно далеко не то, за что стоит платить. Сейчас попытаюсь объяснить, почему мне не нравится ИСУ-130. Нет, сама ПТ-шка хорошая, вопросов нет. У нее хорошее орудие, у нее хорошие возможности попытешить на ней. Но при этом всем абсолютно нет, как мне кажется, никакого смысла сам факт приобретения данной машины. То есть, если она вам выпадет где-то из контейнера, окей, хорошо. Но если покупать, то я бы голду не тратил. Почему я считаю именно так? Сейчас на ваших экранах бронирование и внешний вид корпуса у ИСУ-130. На уровне есть восьмерка ИСУ-152 проходная, которую вы можете купить за серебро, просто прокачав ее. Как вы видите, ну, сложно найти какую-то разницу, допустим, в бронировании. Машины прям, ну, один в один. Что касается сравнения по ТТХ. Если вы внимательно посмотрите на данную табличину, то, наверное, увидите то же самое, что и я. Как вы видите, у ИСУ-152, а это проходная машина, выше ДПМ. Да, пускай там на какой-то мизер, но хорошо, пропустим ДПМ. Существенно выше пробития, 285 против 245 при одинаково установленном оборудовании на досылатель. Даже если вы на ИСУ-130 поставите себе калиброванные снаряды, ваше пробитие все равно не будет столько же, сколько у ИСУ-152. Что касается времени перезарядки. Ну, окей, хорошо, у ИСУ-152 перезарядка дольше. Но при этом все, разовый урон 640 единиц против 460 у ИСУ-130 премиумной. Что касается показателей по скорости полета снаряда, это очень важный показатель, как мне кажется, для ПТшек. То здесь эти показатели, можно сказать, полностью равны. Поэтому одинаково будете играть на дальних расстояниях, как на одной машине, так и на другой. Одинаково будете давать упреждения. Короче говоря, никаких дополнительных привилегий в отношении отыгрывания на средних и дальних расстояниях премиумная машина не имеет. Что касается сведения. Не почувствуете разницы абсолютно ровно, как и в отношении разброса. Да, разброс на ИСУ-152 номинально выше, но он практически не ощутим в бою. Настолько, чтобы сказать, что ИСУ-130 гораздо комфортнее по данному показателю. Что касается скорости, маневренности, машины в принципе одинаковые полностью. Поэтому если вы играли на ИСУ-152, то ИСУ-130 премиумная не предоставит вам абсолютно никаких новых ощущений от боев. Ну и что касается процента по победам, то да, здесь 51% у ИСУ-130 премиумной и 50% у проходной машины. Но все это связано с тем, что здесь играло 3374 игрока, как вы видите, которые просто прокачивали ветку. А здесь играло 264 человека, которые купили себе ИСУ-130. И именно поэтому я не считаю, что здесь процент по победам действительно имеет какую-то разницу между собой. Возникает вопрос. Вопрос, как мне кажется, вполне закономерный. Стоит ли за данную машину в голом ее состоянии платить 5,5 или покупать набор из двух машин, с учетом того, что вы в комплекте получаете FV-201, который является семеркой. Это не фармер. Да, это машина, которая позволяет фаниться в боях, но не более того. Крайне скорострельная, хорошо себя чувствует на средних и легких танках направлений, но не более того. Поэтому я и считаю, что ИСУ-130 это машина, которую не стоит покупать. Ей стоит порадоваться, если она выпала вам из какого-нибудь контейнера в виде халявы. Ну что, давайте возьмем машинку, посмотрим на ее технические характеристики, стоя в ангаре. И после этого забросимся в бой. Как вы видите, здесь у нас нет никакого альтернативного орудия. Только то, что здесь установлено. ТТХ, 245 пробития, 460 разовый альфы, никаких тебе хэш-фугасов, которые могли бы там, не знаю, как там, приукрасить, да. То есть добавить красок в боях. Угол склонения орудия в минус 6. Ну и вполне себе нормальное время сведения и разброс. ДПМ 3000 единиц. Опять-таки номинальных. Что касается того, что мы можем увидеть по проходной машине, сейчас зайдем на проходную тачку и посмотрим, что она собой представляет. Итак, заходим на нашу ИСУ-152. Тут огромное количество выбора по орудиям. Бери, что хочешь. Хочешь ту, которая дольше перезаряжается, но имеет 640 единиц альфы. Хочешь, поставь себе на 400 единиц альфы и при этом перезарядка будет 8,5 секунд. Можешь поставить себе вот это орудие, которое там немножечко отличается исключительно во времени перезарядки. Становится перезарядка еще быстрее и при этом, соответственно, вырастает на полтысячи в ваш ДПМ. Короче говоря, ИСУ-152 предоставляет вам гораздо больше разных вариантов того, как вы будете играть и с каким орудием вы играть будете. В зависимости от того, что вам больше нравится. Реже стрелять и, соответственно, наносить больше разового урона. Либо почаще стрелять, но при этом будете наносить урона немножечко меньше. Вот такое вот мнение по ИСУ-130. Она ничем практически не отличается от проходной версии. И по большому счету, ничего, как я уже сказал, нового интересного вам не принесет. Но это мое субъективное мнение. Вы же свое обязательно пишите в комментариях. Оно действительно ценно для тех ребят, которые пытаются определиться покупать или не покупать. Ну что, погнали, попытаемся затестить. Ну что, ребят, давайте будем пытаться заценить премиумную проходную машину. Именно такое отношение к этой тачке лично у меня. У меня в коллекции данной машины на основном аккаунте нет. Я ее не покупал именно по тем причинам, которые я озвучил. Я не вижу абсолютно никакого смысла отдавать за нее 5,5 тысяч золота. ФВшка у меня есть. Она меня радует периодически. Прикольная, классная машина. Когда я хочу расслабиться, повеселиться, беру ФВ и еду на 1-2 катки чисто ради фана. Что же касается данной машины. Несмотря на то, что на моем счету на основном аккаунте 86 тысяч голды. Данной машины в коллекции у меня нет. Я все равно не готов отдать 5,5 тысяч за данную машину. Если бы мне ее предложили, не знаю, там за условные какие-то 4 тысячи золота. То чисто в коллекцию можно было бы действительно взять. Но не более того, чтобы просто она была в коллекции, чтобы просто поставить галочку, что данная машина теперь есть в моем ангаре. Я уверен, что я не буду на ней играть. Я уверен, что я не буду на ней фаниться. Я уверен, что я буду к ней возвращаться исключительно тогда, когда мне необходимо будет заснять обзор. И на тот случай, если вдруг разработчики по какой-то причине заберут у меня пресс-аккаунт. И я этого не смогу делать на прессе. Вот и вся моя позиция. Не вижу абсолютно никакого смысла вываливать за нее золото. Мне много раз писали в комментариях по поводу того, что данная машина прикольная. На ней можно фармить. Но давайте обсудим фарм по-честному. Машина имеет 170% коэффициент доходности. Да, 170% это, ну, я бы сказал, немало. Но и в то же время далеко не заоблачно. Если бы, допустим, у нее коэффициент фарма составлял, там, не знаю, 185, как у Левчика, тогда да, тогда вопросов нет. Действительно стоит за нее отдать, потому что она приносит голды больше, нежели кто-то другой. Ну, а при том, что она, простите, сводился, при том, что она реально выдает вам 170%, которое еще необходимо реализовать, а она крайне картонная, до безобразия неживучая, то, в принципе, особым фармерам данную машину-то и назвать сложно. Короче говоря, я бы не сказал, что данная ПТХа, ну, прям, выдающаяся какая-то. Были бы у нее, я не знаю, там, какие-нибудь хэш-фугасы, или был бы у нее повышенный коэффициент доходности, который только что обсуждали, или дополнительная броня какая-нибудь, или, не знаю, там, урон разовый за выстрел был бы выше, нежели у проходной машины, или хотя бы такой же, но плюс к тому еще дополнительное бронирование, или подвижность, или, не знаю, там, точность, или время сведения. Короче говоря, если бы она в чем-то, в чем-то была лучше, нежели обычная проходная тачка, тогда, может быть, и стоило бы ее купить. 1850 единиц нанесенного урона. Что касается результатов по фарму. Да, мы проиграли, в победном бою было бы больше, но я ничего никогда не вырезаю. Я за честность, за то, чтобы показывать машины такими, какие они есть на самом деле, и говорить про них чистую правду. 10,5 тысяч, с учетом пополнения снаряжения и пополнения амуниции. Голдовые снаряды я не использовал. Ну и, короче говоря, не особо-то и крутой фарм получается. Не знаю, может, если за бой получится накосить 2500 урона, ну и, соответственно, там, не знаю, звезды как-то сойдутся, то будете вывозить больше. Но, по большому счету, я лично данную машину фармером не считаю. Именно поэтому, если вы начинающий игрок, и у вас в ангаре нет машин, то не бросайтесь на ценник на данную тачку и не думайте, что за 5,5 тысяч вы покупаете себе восьмерку, которая ничем не хуже, чем все остальные. Она просто ничем не лучше, нежели проходная версия данной ПТ. Вот такое честное мнение. Если вы за честность, если вы за то, чтобы вам не писали в глаза и не рассказывали по поводу того, что все товары в магазине необходимо покупать, если вы хотите знать о том, какая машина, что вам может принести, как в отношении доходности, так и в отношении удовлетворения от проведенного времени в самой игре, то прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я побежал снимать следующее видео про FV201. Вот здесь действительно есть о чем поговорить, но опять-таки исключительно, скорее всего, с коллекционерами. До встречи в следующем видео. Спасибо за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok